Елизавета Ту определила будущее принца Гарри и Меган Маркл события из жизни. Королевская семья дала паре время на переходный период. Что будет дальше? 1-1 королева поддержала решение принца Гарри и Меган Маркл. 13 января британская королевская семья собралась на семейный совет и обсудила планы принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от звания старших членов королевской семьи. Переговоры, в которых участвовала королева Елизавета Ту, начались в 14 часов, 17 часов по московскому времени. Ожидалось, что Маркл, оставшаяся в Канаде с восьмимесячным сыном, присоединится к обсуждению по телефону Дейли Мира. Сообщает, что во время совета принц Гарри мог поддерживать контакт с супругой по Ватсап. После завершения совета Елизавета Ту объявила, что полностью поддерживает решение принца Гарри и Меган Маркл, но предпочла бы, чтобы они продолжали исполнять обязанности членов королевской семьи в полном объеме. 2-2. Гарри и Меган предстоит переходный период. Окончательное решение о будущем принца Гарри и Меган Маркл будет принято в ближайшие дни. В заявлении королевы утверждается, что в течение переходного периода они смогут жить в Канаде и Великобритании. Это частично соответствует ожиданиям экспертов, которые полагали, что для полного урегулирования всех нерешенных вопросов потребуется значительное время. Перед переговорами Daily Mail писала, что члены королевской семьи намеревались предупредить принца Гарри, что он сможет сложить полномочия и уехать в Канаду лишь через несколько месяцев. Кроме того, возникали вопросы о миграционном статусе Меган Маркл. Насколько известно, у нее нет британского паспорта, однако статус члена королевской семьи позволял ей не беспокоиться об ограничениях, налагаемых на сроки пребывания иностранных граждан в Великобритании. 3. Переговоры были конструктивными. Подробности происходившего за закрытыми дверями пока неизвестны, однако королева отметила, что переговоры прошли в конструктивном ключе. Daily Mirror отмечает, что обороты, использованные в заявлении Елизаветы, очень необычны. Она упоминает свою семью и использует имена вместо официальных титулов, как делала в прошлом. 4.4. Решение Гарри и Меган не имеет прецедентов. 8. Января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания старших членов королевской семьи. Поскольку такое решение не имеет аналогов в истории британской королевской семьи, оставалось неясным, какие обязанности они смогут исполнять, сохранят ли свои титулы и привилегии, будут ли получать денежное пособие от королевы, и, если да, то какое. На семейном совете Елизавета, принц Чарльз, принц Гарри и принц Уильям искали возможные пути разрешения кризиса, отвечающие интересам всех сторон. 5.5. Королевскую семью волновали репутации и финансы Гарри и Меган по информации. Daily Mail, Елизавета 2. Была обеспокоена тем, что деловые начинания принца Гарри и Меган Маркл причинят ущерб репутации королевской семьи. Также таблоид утверждал, что принцы Уильям и Чарльз выступили против предоставления паре телохранителей, оплачиваемых из государственного бюджета. Круглосуточная охрана принца Гарри и Меган Маркл обходится британским налогоплательщикам в 1 миллион фунтов стерлингов в год, 80 миллионов рублей. Часть этой суммы может быть возмещена Канадой. Фото. Шаттерсток, Рекс. 6.6. Переговоры готовил 98-летний муж королевы. Совещание проходило в Сандрингемском дворце в Нарфолке, где королева Елизавета 2. Традиционно проводят Новый год. По информации. Daily Mail. В его подготовке активно участвовал муж королевы, 98-летний герцог люденбургский Филипп, не одобревший решение принца Гарри и Меган Маркл. Он отказался от участия в переговорах и покинул дворец незадолго до прибытия участников. 7.7. Принц Уильям отверг обвинения в травле Гарри и Меган. Накануне переговоров британская газета The Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания старших членов королевской семьи по вине принца Уильяма, якобы пытавшегося давить на них. Источник На совете присутствовал их отец, принц Уильям Чарльз. Ему пришлось вернуться в Великобританию из Омана, где он присутствовал на церемонии по случаю смерти султана Кабуса Бен Саида. Daily Mail. Утверждает, что Чарльз тайно помогал принцу Гарри и Меган Маркл обустроиться в Великобритании и подарил им несколько миллионов фунтов стерлингов из личных средств, поэтому их отъезд из страны показался ему особенно оскорбительным. 9.9. В случае неудачи Гарри и Меган могли пойти в Абанк. По информации Daily Mail, советники Елизаветы 2 опасались, что в случае неудачи на переговорах принц Гарри и Меган Маркл могут дать разоблачительное интервью своей хорошей знакомой американской телезвезде Апри Уинфри. В нем они могли обвинить британскую королевскую семью в сексизме и расизме. 10. 10. Меган Маркл возобновит актерскую карьеру. В заявлении принца Гарри и Меган Маркл утверждалось, что они планируют отказаться от финансирования из газбюджета и обрести финансовую независимость. Маркл уже вернулась к работе и занялась озвучиванием мультфильмов. Disney. Вырученные средства перечисляются на счет облаготворительной организации «Слоны без границ». Elephants without borders. Которая занимается защитой животных от браконьеров. Фото. Крис Джексон, Getty Images. 11.11. Гарри и Меган зарегистрировали собственный бренд о других предпринимательских инициативах принца Гарри и Меган Маркл. Можно судить по заявке, которую они подали во Всемирную организацию интеллектуальной собственности. WIPO. В декабре супруги приступили к регистрации торговой марки. Sussex Royal. Ранее такое сочетание слов использовалось в названии сайта и аккаунта. Instagram. Гарри и Меган, носящих титулы герцога и герцогини сосексских. Теперь они намерены выпускать одежду и обувь с таким брендом, оказывать образовательные услуги, заниматься благотворительностью. Всего в торговой марке указано 6 областей применения. Эксперты оценивают потенциальную стоимость бренда Sussex Royal в 400 миллионов фунтов стерлингов – 31,8 миллиарда рублей. В Европе принцу Гарри и Меган Маркл придется защищать ее от посягательств нечистоплотных дельцов. В январе некую Феникс Кэрбл из Италии подал в организацию интеллектуальной собственности Европейского Союза собственную заявку на регистрацию торговой марки Sussex Royal, распространяющейся на одежду, туалетные и спортивные принадлежности, игрушки и спиртные напитки. 12.12. Гарри и Меган вернутся в США после ухода Трампа согласно заявлению принца Гарри и Меган Маркл. Они не намерены представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, но продолжат поддерживать королеву и выполнять долг перед королевой и содружеством. Daily Mail утверждает, что пара планирует оставаться в Канаде до тех пор, пока Дональд Трамп не покинет пост президента США. После этого они хотят переехать в Лос-Анджелес, где живет мать Меган Маркл. 13.13. Канадский особняк Гарри и Меган мог принадлежать Юрию Мегану. Принц Гарри и Меган Маркл уехали в Канаду в декабре 2019 года и провели там католическое Рождество и Новый год. Британская газета The Times выяснила, что они могли остановиться в поместье Милфлз, которое может принадлежать российскому миллиардеру Юрию Мильнеру. Формально им владеет компания Танна Бэй Кантри Клуб, хранящая имена хозяев недвижимости в строгом секрете. Олег Парамонов.